За последние несколько лет мир пережил и продолжает переживать глобальное потрясение от пандемии коронавируса и до самой большой войны в Европе за последние 80 лет. 2023 принес еще и войну Израиля с террористами Хамас. Создается впечатление, что дальше будет только хуже. Но, как говорится в старой притче, так будет не всегда. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. И сегодня обсудим, что будет с Украиной, Россией, США, Китаем и вообще глобальным миром в 2024 году. А мои собеседники – политологи Игорь Рейтерович и Александр Краев. А для начала попробуем разобраться, какие тенденции нас ждут в ближайший год и как на них будут влиять сверхдержавы. Будет ли в следующем году сохраняться тенденция к нарастанию хаоса? Или мир постепенно будет приходить к балансу? Несчастью, такие процессы в международных системах, в целом в международных отношениях, они достаточно продолжительны. То есть очень сложно себе представить ситуацию, когда настолько обширный, глобальный, по сути, системный кризис буквально за один год, даже за несколько лет урегулируется. Даже если перестанет нарастать количество конфликтов, даже если их интенсивность начнет уменьшаться, нам нужно понимать, что как и в случае с Украиной, так и в случае с тем же Израилем, Суданом, Эфиопией, вокруг Тайваня с вопросами и со всем остальным будет наступать период реставрации, восстановления, возобновления экономических связей, политических контактов и так далее. То есть кризис – это страшно, но также очень тяжелым и страшным является период восстановления после кризиса. Поэтому пока что мы видим, наоборот, тенденцию к тому, что эти проблемы усугубляются, количество конфликтов возрастает. В октябре неожиданно вспыхнул конфликт на Ближнем Востоке. Стоит ли опасаться там эскалации и, как следствие, оттягивания на себя ресурсов и внимания Запада? По состоянию на сегодня ситуацию с вероятностью 90% удалось удержать. Мы видим, что как-то очень быстро сдулась Хизбалла. Иран занял такую позицию, наблюдая со стороны и ограничиваясь только какими-то заявлениями и провокациями через свои прокси, которые у них есть. Уже Хазбалу, например, Хамас и так далее. Поэтому если регион, вот этот сектор газа, окончательно будет защищен и взят под контроль Израилем, то, в принципе, возможно, конфликт дальше не пойдет. Но тут очень важный момент. Все будет зависеть от того, на каких условиях теперь Израиль будет согласиться или будет собираться контролировать этот регион. Ну, скажем так, достаточно радикальные заявления со стороны Натаньяху, которые прозвучали буквально на днях, они говорят о том, что, возможно, там будет все не так просто. Просто если Израиль установит контроль в том формате, о котором говорил Натаньяху, ну, тут надо, знаете, как говорится, к гадалке даже не ходи. Все, кто и так выступает против Израиля, однозначно назовут это оккупацией. И это создаст дополнительные проблемы, причем проблемы такого уже более глобального характера. Потому что те страны, которые и так выступают против Израиля, они могут этим воспользоваться и начать разгонять эту тему по максимуму. Что, соответственно, мы как бы предупреждали, что они это затеяли не просто так, и на самом деле они готовились. Ну, начнется история, я вам сейчас покажу, с каких четырех направлений готовилось нападение. То есть они вот этот тезис будут очень активно разгонять. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы пожелать, наверное, мудрости израильскому руководству, что когда они окончательно добьют Хамас, ну, словят, там, переловят или поубивают всех террористов, которые не будут сдаваться в плен, чтобы они все-таки нашли какой-то компромиссный вариант, понятно, там, сохранение своего контроля над этой территорией на какое-то время. Ну, без этого никак не обойдется. Но при этом, например, там максимально допустили представители, не знаю, организации объединенных наций, возможно, каких-то других там стран, если не согласятся это сделать, чтобы просто снять с себя вот эти обвинения в оккупации. И тогда можно будет уже с уверенностью говорить, что процесс перейдет в мирную фазу. А что такое мирная фаза на Ближнем Востоке, мы прекрасно знаем. Это десятилетия, которые, значит, ну, там тонут в каких-то бесполезных, в принципе, переговорах, антиизраильских резолюциях в организациях объединенных наций, на которых Израиле, в принципе, там, плевать, да. Ну, и созданию каких-то новых, к сожалению, террористических организаций, которые могут прийти на место Хамаса. Но это растянется на очень длительный период времени, и поэтому, в принципе, в принципе, можно будет констатировать, что ситуация там нормализируется и станет более спокойной. Наибольше повлиять на ситуацию в мире способны две сверхдержавы – США и Китай. Как между ними будут развиваться отношения, особенно в свете встречи Байдена и Си Цзиньпина? Дипломатия саммитов, которую мы видели в последний раз с такой активизацией еще в 80-х годах прошлого века, она все-таки подразумевает наличие нескольких встреч. Между каждой встречей будет проводиться еще очень глубокая активная работа на всех других уровнях. На уровнях советников делегации, на уровнях министров, замминистров, на уровнях экспертной дипломатии и так далее. То есть это должен быть процесс. Если этот процесс ограничится всего лишь одним саммитом или станет процессом ради процесса, ну тогда действительно да, оно на этом начнется, на этом закончится. Это будет позитивный сигнал, но не более того. Но мы видим, что и у Китая, и у США есть настроение, есть взгляды на то, что это должен быть постоянный формат, это должна быть постоянная коммуникация. И в той или другой форме лидеры должны общаться, лидеры должны приходить к каким-то общим решениям, потому что это выгодно им и боям. Несмотря на огромное количество политических разногласий, на идеологическую разницу, потому что эта холодная война, она так же идеологична, как и первая, несмотря на экономическое противостояние, все-таки основную угрозу представляет реальная возможность прямых боевых действий между Китаем и Соединенными Штатами Америки. И это и в контексте Тайваня, это в контексте в целом Южно-Китайского моря, это в контексте Тихого океана, они понимают, что самая горячая точка этих отношений – это как раз военные отношения, это вопросы безопасности. А потому, если мы хотим урегулировать все остальное, следует начать с самого сложного. И самое сложное в этом плане как раз вопросы безопасности. Тут очень интересная ситуация, потому что и США, и Китай, они, скажем так, обречены, обречены очень тесно между друг с другом контактировать и взаимодействовать. Ну, простая цифра, у них товарооборот между странами около триллиона. Около триллиона товарооборот. Ну, ругаться в такой ситуации, знаете, как-то или там идти на ухудшение отношений, что, кстати, начал делать Трамп, развязав тарифную войну. Но от этой тарифной войны пострадал не только Китай, пострадали и Соединенные Штаты. Это не вариант. Поэтому, конечно, мне кажется, что осторожно они могут начать сближение, ну, в плане экономических взаимоотношений. И, соответственно, это выгодно будет как Байдену. Он придет и скажет, смотрите, мы с китайцами какие-то принципиальные вопросы решили. То есть они не, скажем так, теперь касаются наших интересов, не влазят в нашу политику. Мы защитили себя, потому что, например, администрация Байдена вводила определенные санкции, ограничения против Китая касательно полупроводников. То есть они в этом плане отстаивали свою позицию. Но, с другой стороны, мы как бы там, где мы могли договориться, мы договорились, и все нормально. Ситуация как бы под контролем. И Синцзиньпине это очень выгодно, потому что с экономикой китайской сейчас все не очень хорошо. Она в стагнации. И выйти с этой стагнацией она может только возобновить нормальные отношения со штатами экономические, поскольку у них экономика экспортно-ориентированная. Соответственно, если они с определенной долей оптимизма нормально поговорят с Сан-Франциско по экономическим вопросам, не исключено, что они продвинутся и по-другим. Прежде всего, штаты интересуют возможность прямой коммуникации на уровне начальников штабов, условно говоря, военных, чтобы у них была такая горячая линия, и на всякий случай они могли поднять в любой момент руку телефона, если вдруг возникнут какие-то провокации или какие-то инциденты, которые могут привести более глобальной какой-то истории, плохой истории. Даже накануне этой встречи американцы заявили там в целом перечни китайских компаний, которые торгуют с Россией товарами двойного назначения. Но это же не просто так было сделано. Это было сделано для того, чтобы показать Синдзимпиню, что мы все видим, мы все как бы знаем. И давайте, если вы хотите дальше нормализации отношений, вы будете выбирать или США, или Россия. Но тут, кстати, у Синдзимпинь вариантов особо нет. Россию он и так возьмет. А вот с Соединенными Штатами ему нужно иметь очень хорошее отношение, минимум 10-15 лет, потому что никакого паритета в плане, например, военной силы на сегодняшний день между этими государствами не существует. И в течение 10 лет его не будет, потому что у США там практически, сейчас я точно скажу, почти в 10 раз, в 9,5 раз больше ядерных боеволовок, чем у Китая на сегодняшний день. И, соответственно, ни о каком паритете речь вообще здесь не может идти. Китай это прекрасно понимает, поэтому им надо определенный баланс удерживать. Насколько проблемы в самом Китае могут влиять на ситуацию в мире? Проблем действительно много. Просто в отличие от демократических режимов, в которых есть открытая медиа, в которых есть обсуждение этих проблем, Китай об этом не говорит. Китай эту информацию скрывает, и Китай очень аккуратно работает с любой информацией, которая про него выходит во внешний мир. То есть мы все знаем и из каждого утюга кричим о том, какие большие сейчас политические скандалы и кризисы в Соединенных Штатах. Мы видим, какие проблемы у правящей консервативной партии в Соединенном Королевстве Великой Британии. Но, несмотря на то, что у Китая проблемы иногда и даже похуже, если возьмем там рынок недвижимости, если мы возьмем, в принципе, экономическое развитие, если мы возьмем внутренние кризисы в Китайской коммунистической партии, у них там проблемы не меньше. Просто они об этом не говорят, и мы, соответственно, об этом знаем намного меньше. И вот и получается такая ситуация, что Китай может себя позиционировать как сильного игрока. Китай может себя показывать как такого, что побеждает, потому что никто про него ничего не знает. Он просто всю эту информацию скрывает. Как грядущие президентские выборы в США способны повлиять на внешнюю политику этой страны и на поддержку Украины? Выборы будут очень важным фактором, который в значительной бере будет влиять на помощь Украине. И мне кажется, что позиция Байдена, Белого дома в целом, выделить сейчас этот большой пакет, как раз связана с тем, что они хотели бы себе развязать руки, ну, в плане ведения там предвыборной кампании, решения каких-то внутриамериканских вопросов, не думая при том, что нужно еще параллельно много сил бросать на помощь Украине и биться за каждый доллар там с республиканцами. Ну, вот что мы сейчас выделим, там же сумма на год предусмотрена, она же больше. И спокойно оно все будет идти, там все будет замечательно, мы будем Украине помогать с помощью других механизмов, которые есть у администрации Белого дома в том числе и так далее. Но при этом как бы мы не будем выносить эти проекты на рассмотрение Конгресса и не будем в очередной раз провоцировать, условно говоря, вот этих радикальных республиканцев на какие-то там, я не могу подобрать другого слова, исторические заявления по поводу помощи Украине, еще каких-то там вещей. Или, как сказал один из кандидатов, республиканец, ну, это вообще очень странный президент, зеленского нациста, да, что-то там такое, вот, Ромасвами, да, который про это рассказывал. Ну, слушайте, ну, такие же люди есть у республиканской партии. Понятно, что у него там уровень поддержки 5%, но это 5%, то есть это, в принципе, человек, который говорит абсолютно бредовые вещи, но, тем не менее, какое-то там количество ему верят. Поэтому идеальный вариант для нас, что все-таки до Нового года будет пакет проголосован, мы его получим. Ну, а дальше все будет уже зависеть от динамики вообще президентской кампании. Есть, например, сценарий, по которому Трамп еще до лета окажется в местах не столь отдален. Он при этом сможет, как бы, продолжать кампанию, это очень интересно у них законодательство, то есть человек, который сидит реально в тюрьме, может принимать участие в выборах президента и может даже выиграть. Но ему будет тогда сложнее это делать. Но то, что про Украину будут говорить, и будут говорить очень много, это факт. И вот тут, смотрите, для нас, с одной стороны, это вызов, с другой стороны, это возможность. Почему возможность? Потому что победа Украины, ну, это очень большой козырь в руках Байдена, который может выйти и сказать, вот смотрите, вы меня там гнобили, условно говоря, за Афганистан, хотя не я бы водил оттуда войска, а это делал Трамп. И мы просто попали уже на финальный, как бы, сценарий, да, и решение принимал Трамп, и он, по сути, подставил следующую там администрацию. Он говорит, а вот вы посмотрите на Украину, абсолютно успешный кейс. Мы помогали, каждый доллар подконтролен, все пошло куда надо, и, как говорил один сенатор-республиканец, мы там потратили небольшое количество своих денег, и из-за этого уничтожили, ну, а украинцы уничтожили половину потенциала российской армии, которая является там вообще, ну, ключевым стратегическим противником НАТО и Соединенных Штатов в том числе. Поэтому, конечно, украинский вопрос, он никуда с выборов не денется. Нам здесь надо очень мудрую позицию занимать, очень аккуратно, как бы, на все эти вещи смотреть. Ну, судя по всему, мы так и делаем, и очень аккуратно общаемся и с демократами, и с республиканцами, хотя, мне кажется, с республиканцами можно более активно это делать. В плане именно переубеждения их о том, что, ну, в том плане переубеждения, чтобы они больше поддерживали Украину и, соответственно, выделяли больше денег нашей стране. Когда будет принят бюджет, когда будут приняты пакеты помощи, а они точно будут приняты в том или ином виде, у нас не будет проблем с тем, чтобы получать эту поддержку. Но вот информационно, политически продолжатся вот эти провокации, продолжатся вот эти репортажи про то, что Украина не справляется, про то, что не нужно Украине больше давать помощь, про то, что Украина – это коррумпированная страна. То есть негатива про нас будет достаточно много. Но в тот же момент нужно понимать, что так же много про нас будет и позитива. То есть уже сейчас в ответ на статью The Economist последнюю, в которой говорят, что это на десятки лет конфликт и так далее, есть еще много информации в прессе о том, что действительно Украина освобождает свои территории. Более 50% только за этот год освобождено. Что Украина, несмотря на отсутствие полноценной поддержки, она справляется с теми вызовами, которые происходят. Что, несмотря на все, Украина продолжает движение вперед. И Украина действительно нуждается в поддержке. Она может победить. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что украинская тематика останется одной из центральных в американских выборах. И она будет там использоваться как украинскими хейтерами, так и союзниками Украины. И нам просто нужно это принять и понять, что мы уже в эпицентре этого. И оттуда мы никуда не денемся. Возникшей мировой нестабильностью пытаются воспользоваться популисты разных стран. Некоторые даже выигрывают выборы. Хаосом пытается управлять и Россия. Но получится ли? И что в будущем году будет с Украиной? В связи с хаотизацией мира Россия усиливает свои позиции или продолжает слабеть? По мнению россиян и российского руководства, это усиливает позиции России. Но на самом деле это приведет к дальнейшему ослаблению. Почему? Потому что, несмотря на их ожидание того, что изменится политическая ситуация в определенных странах, и это повлияет напрямую на отношение к Российской Федерации, этого на самом деле не произойдет. Могут быть какие-то определенные изменения по отношению, например, к российско-украинской войне, к Украине, но это не означает, что Россию сразу выпустят с клуба изгоев, и, соответственно, она сможет восстановить весь тот потенциал и все те объемы торговли, которые у нее были раньше. Поэтому в этом плане у них абсолютно четные на это надежды. Единственная надежда у них вообще на усиление вот этой геополитической и политической турбулентности, что должно, по их мнению, привести к изменениям вообще геополитического ландшафта, создать такую, знаете, ситуацию мутной воды, в которой они будут ловить рыбку, ну, в соответствии с российской, скажем так, пословицей. Но на самом деле дело в том, что даже те элиты, на которые, ну, элиты в различных странах, на которые Россия надеется, они на самом деле прекрасно чувствуют кровь в плане России, ну, вообще, вот они почувствовали этот запах крови и понимают, что это государство, которое абсолютно непрогнозируемо в своих действиях, и иметь с ним какие-либо отношения, ну, на благосрочную перспективу, по крайней мере, при том режиме, который сейчас существует, бессмысленно. То есть это, ну, не играет никакой, не имеет никакого смысла. И поэтому единственное, на что Россия может рассчитывать, это действительно на период определенной нестабильности, связанной с определением, там, скажем так, отношений к российско-украинской войне. Но мы можем вспомнить даже предыдущий опыт, например, президентства Трампа, когда он стал президентом, какие Россия возлагала на это надежды, но что вышло по факту. По факту вышла совсем другая ситуация. И сейчас может быть очень схожая история. Это касается не только Соединенных Штатов и некоторых других стран, где Россия надеется, что немытьем-то катанием она сможет добиться своего. Поэтому надежды у них тщетные, хотя, конечно, они будут всячески прикладывать руку или пытаться это делать, вот этой нестабильности, возможно, создавать какие-то новые точки. Ну, есть Балканы, есть, в принципе, Африка, про которую все несколько забыли на фоне последних событий. И там в любой момент, конечно, может полохнуть. И, по мнению России, это будет отвлекать внимание демократического мира от российско-украинской войны, и они смогут решить свои вопросы в том формате, который они считают необходимым. Проблема для них в том, что они не знают, какой формат им надо. И они не знают, на что им рассчитывать. И вообще, каким образом выстраивать всю историю дальнейшего позиционирования Российской Федерации. Понимаете? Потому что на фоне криков о том, что Запад загнивает, Россия же, она не расцветает. Вот что важно. И она, по сути, еще больше попадает в зависимость от Китая. Часть российских элит это прекрасно понимает. Но этого не видят только те люди, которые находятся при власти. В последнее время в Европе стали набирать популярность праворадикальные популистские политические движения. Сохранится ли этот тренд? Этот тренд остановится тогда, когда популисты начнут допускать ошибки. То есть, в первую очередь, тренд на таких правоцентристов, праворадикалов, он появляется того, что большинство из них популисты, и они предлагают очень короткие, очень простые, очень понятные решения для очень сложных проблем. Но предлагать это одно, говорить это одно. А когда доходит дело действительно до работы, вот тут начинаются проблемы. И на самом деле, вот сейчас и ФИЦУ пришел к власти, и, в принципе, в других странах партии такие право-толка популистические партии пытаются повторить его успех. Но поверьте, как только они встанут перед реальными проблемами, когда реально встает вопрос о том, что нужно решать кризисные вопросы, которые возникают, в этот момент как раз станет очевидно, что они не справляются, они не справятся с тем, что им дает политическая реальность. И поэтому, к несчастью, в следующем году еще их возрастание может продолжаться, но оно довольно быстро закончится. Это тренд, к сожалению, многих европейских стран. И вообще в мире, да, мы видим два тренда. С одной стороны, это тренд на популизм, ну, очень такой яркий, очень яркий. И, с другой стороны, это тренд на усиление вот таких традиционно-консервативных настроений. Но я почему вспомнил про один глобальный тренд? Потому что, на самом деле, очень часто популизм маскируется под вот эту вот право-консервативную повестку. То есть они говорят, мы как бы консерваторы, но по факту они популисты. Ну, хотя они как бы прикрываются консервативными какими-то ценностями. Поэтому мы должны понимать, что в определенных странах будет усиление такой правой повестки. Ну, вот в этом плане. Плохо для нас это или хорошо, опять-таки, это и вызов, и возможность. Вызов, потому что оказывается, что многие вот эти право-консервативные какие-то там лидеры, они достаточно там настроены, ну, если не пророссийские, то очень так индифферентно по отношению к российско-украинской войне. Но, с другой стороны, есть такие, которые занимают достаточно жесткую позицию, как раз по отношению к России. В конце концов, во времена Холодной войны именно консерваторы в разных странах были теми, кто выступали наиболее активно против Советского Союза. И поэтому нам надо просто понять, какое у них будет позиционирование сейчас, и, соответственно, ну, под них где-то подстроиться, и решить каким-то образом вопросы, которые важны для нас, ну, и важны, в принципе, для них. Кроме того, я не исключаю, что у нас тоже вообще запрос на право-консервативную повестку будет в стране усиливаться. И в этом нет ничего плохого. Как бы это нормально, там, либералы, консерваторы. Главное, чтобы это не касалось, там, основополадающих прав и свобод человека и гражданина. Ну, и понятно, они все были, ну, патриотами в плане, например, там, противостояния Российской Федерации. Поэтому здесь никаких проблем у нас нет. И можно даже через вот такие вот моменты заходить и говорить, смотрите, у нас тоже такие, как бы, есть политические силы. Они тоже пользуются достаточно большой популярностью. Ну, так давайте объединяться, и вместе будем бить Россию. В 2024 году тема войны в Украине останется доминирующей или уйдет с повестки дня? Она будет оставаться передовой, потому что сейчас и наши партнеры, и наши противники даже говорят о том, что 2024 год в этом контексте будет переломным. И он будет переломным во многих отраслях, и в политическом, и в военном, в первую очередь. И потому внимание к Украине так или иначе будет приковано. Ну, то есть мир, и особенно наши партнеры, наши союзники не смогут уйти от этой тематики. Если они хотят установления новой мировой стабильности, если они хотят действительно создать какой-то мировой порядок, который работает, им придется так или иначе создавать этот новый мировой порядок в Украине. И основываясь на украинском опыте, и основываясь на нашем сопротивлении российской агрессии. Поэтому это будет просто системно правильно, это будет абсолютно логично, что Украина не уйдет из повестки дня. Для нас важно, конечно, пережить этот период такой турбулентности, нестабильности. Но сделать это мы можем только при одном условии. Если мы будем не просто надеяться на кого-то, на помощь, а в первую очередь рассчитывать на себя. И я, в принципе, с осторожным эстемизмом могу сказать, что определенные выводы сделаны. И, по крайней мере, изменения, в том числе позиционирования Украины, подходов к решению каких-то вопросов, на всякий случай это уже делается с расчетом на то, что где-то может стать несколько меньше помощи. Где-то могут быть еще какие-то, скажем так, не очень адекватные заявления по поводу российской и украинской войны. И мы как бы сделали выводы из того, что нужно больше делать ставку на собственные ресурсы. И готовиться к самому важному, что следующий год, он, скорее всего, опять-таки будет годом войны. То есть мы должны это понимать и это принять, наверное. Потому что чем быстрее мы это поймем и примем, тем больше шансов, возможностей и ресурсов у нас будет для подготовки. Итак, делаем выводы. Не стоит ожидать, что мир в будущем году вернется к стабильности и порядку. Маховик насилия, который раскрутила Россия своей агрессией против соседей, в один миг не остановится. Но надежду вселяет то, что, похоже, мировые лидеры осознали угрозы. И далее работа будет вестись по локализации и уничтожению зла и восстановлению мирового порядка. Порядка, основанного не на праве силы, а на законе и справедливости. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.